Музыка Посмотрите, березки прижились, посмотрите, каждая, да? Вот одна, вот вторая. Эти мальчики и девочки, наверное, еще и не знают значение слов экология, акция или благоустройство. А тем временем они самые непосредственные участники республиканской экологической акции «Обустроим малую родину». Все посаженные ими деревья прижились и набирают силу. Важно то, что дети садили его вместе со своими родителями. Это ценность семейная, и они могут возвращаться к этому не один раз. Не только посмотреть, как прижились, но здесь вырастут грибы. Я думаю, что они увидят его уже взрослым. Родители в одном возрасте, дети совершенно в другом. Для нас это безумно ценно. Для нас это для участников общественного объединения «Экобум», где значительная часть членов организации работает в Шумилинской районной гимназии-интернате. Каждый день по дороге в деревню Ресковичи они проезжали карьер по добыче песка. И когда началась его рекультивация, «Экобумовцы» не смогли остаться в стороне. А глядя на них, к этой работе подключились и коллеги, и учащиеся гимназии. Наша инициатива была именно здесь совершить посадки. И спасибо лесничему Колдунову Андрею Михайловичу, который откликнулся в нашу просьбу, привел нам в помощь лесников, или мы были их помощниками. Они показали нам, научили нас первый раз. И потом мы уже самостоятельно, под контролем лесника или лесничего, совершали ту работу, за которую они нам очень благодарны. Только в этом году члены организации «Экобум» посадили в районе 2,5 гектара леса. Но не лесом единым. В сферу их деятельности входит все, что делает родной край чище, краше и безопаснее. Это общественное объединение стало незаменимым помощником и соратником для экологической службы Шумилинского района. В 2018 год объявлен в Республике Беларусь годом малой родины. И, естественно, Шумилинский район принимает участие в этой акции, как и вся наша республика. Разработан комплекс мероприятий по выполнению плана республиканского и отдельных моментов, которые характерны только для Шумилинского района. Это различные мероприятия по приведению в порядок и земель, по приведению в порядок полигонов и мини-полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов, наведению порядка в лесах, вдоль автомобильных дорог. И в этом плане помогают различные общественные объединения, общественные экологи. Одним из таких общественных объединений является «Экобум». Они оказывают помощь и сами активно работают в направлении наведения порядка на земле, принимают участие в различных акциях. «Экобум» – общественное объединение по содействию устойчивому развитию Шумилинского региона было создано чуть более года назад. И с самых первых дней организация громко заявила себе, и не на словах, а конкретными делами. Они активно участвуют и поддерживают экологические компании самых разных масштабов и направлений. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с многими общественными организациями, и их деятельность становится частью наших маленьких или больших дел. Ахова Птушегвадьковщины дает нам идеи по сохранению птиц и биоразнообразия. Мы делали искусственные гнездовья для гоголей, поддерживаем деятельность лесхоза по изготовлению синичников, и таким образом принимаем участие в сбережении лесов. Мы поддерживаем деятельность Центра экологических решений и активно участвуем в мониторинге водных объектов, исследования колодцев, мониторинга мест свалок, что является неотъемлемой частью международного движения Лос-Доид, то есть Зроби. К этой международной акции по уборке нынешние экобумовцы присоединились задолго до официальной регистрации своей организации. И если в течение учебного года их главными помощниками являются учащиеся местных школ и гимназии-интерната, то летом здесь швартуется десант Алого Паруса. Ежегодно на базе гимназии организовывается оздоровительный лагерь Алый Парус. Мероприятия экологической направленности являются основной составляющей всех мероприятий каждой лагерной смены. Дети учатся сортировать отходы, видеть, как правильно с ними бороться, как их минимизировать, как исследовать водоемы и как надо за собой убирать. Акции, которые проходят в лагере по уборке леса, которые организованы в рамках международного движения Лос-Доид, или в Беларуси это называется Зроби, дети с активностью поддерживают и активно в них участвуют. Так что в этом оздоровительном лагере насыщенная программа. И участвуя в таких экологических мероприятиях, ребята не просто помогают наводить порядок, они учатся ценить природу, ее красоту и просто учатся быть хозяевами на своей земле. Пластиковые бутылки в отдельный мешок, стеклянные бутылки в отдельный мешок, а все, что не стекло и пластик, будем собирать в третий мешок. Участники общественного объединения ЭКОБУМ живут в разных населенных пунктах. И, конечно, свои родные места они просто не могут обделить вниманием. А хороший пример, как известно, заразителен. В нашем агроградке Башни есть сообщество людей, активных людей, которые занимаются многими делами, в том числе и уборками. Потому что это касается нас всех. Мы проводим встречи, обсуждаем и решаем, что мы должны сделать. Активное участие принимают, конечно же, наши школьники, но вместе с школьниками выходят на уборку мусора и наши учителя, родители, и включается местное население, что это радует. Когда-то Башневская школа была известна как школа с экологическим уклоном. Но, несмотря на все пертурбации, здесь сумели сохранить свои лучшие наработки и традиции. Этот школьный сад стал достопримечательностью агрогородка и излюбленным местом отдыха сельчан. По инициативе директора этого учебного учреждения вход сюда открыт всегда и для всех. И чтобы люди видели и перенимали это, создавали тоже такую красоту и следили за порядком. Мы проводим субботники, убираем деревню. Мы настраиваем детей, чтобы они не ждали, пока взрослые выйдут возле своих домов и уберут свою территорию. Чтобы дети первые вышли и привлекли их своих родителей. Конечно, не сразу, со временем, но люди включились и поверили, что они могут сами сделать свою жизнь лучше, краше и интереснее. Поэтому неудивительно, что здесь, как грибы после дождя, каждый год появляются новые обустроенные агроусадьбы. А чтобы в год малой родины сделать свой край еще более привлекательным, на общем совете жители деревни решили заняться благоустройством прибрежной зоны местного озера. Мы сделали пару пляжей и помогало население, и спонсоры появились, которые помогли, и вырезали мы деревья, которые мешали на пляже, и завезли песок туда. Но это все еще в стадии, как говорится, окончания работы. Кроме наведения порядка на земле, обустройства и других экологических мероприятий, башневские школьники под руководством педагогов, активистов организации ЭКОБОМ принимают участие в научно-практических международных программах. Ну, 50 это, в принципе, нормальная норма для такой воды. С учениками мы занимаемся акцией «Чистый колодец». Исследовали многие колодцы данного населенного пункта. Жители проявили очень большой интерес, потому что вода касается каждого из нас. И оказалось, что в некоторых колодцах чистая вода. Действительно, люди этому благодарят и теперь приглашают нас. Проверьте еще раз. А другие колодцы оказались водой непригодной для питья. То есть очень много нитратов. Во всех значимых мероприятиях общественному объединению непосредственную помощь, правовую поддержку, юридическую консультацию оказывают областной комитет природных ресурсов и экологи районной инспекции. А список запланированных дел по обустройству малой родины у организации ЭКОБОМ очень большой. Сегодня у нас проходит такая акция. мы засаживаем на Братском кладбище живые цветы. Хотим этим показать, что не нужно приносить искусственные цветы, которые загрязняют, плюс засоряют эту среду. Поэтому мы показываем, что лучше посадить живые, и это будет очень красиво и безопасно. Нас 12 человек в организации, у нас есть и просто добровольцы, которые участвуют в нашей акции, и присоединяются и дети. Поэтому всех, кто нас хочет поддерживать и с нами поучаствовать, мы всех приглашаем. На такие акции участники организации выходят вместе со своими семьями. Конечно, это главная их опора и поддержка. Здесь собрались люди разных профессий, живут они в разных населенных пунктах, но общая цель, общие интересы сделали их не просто командой, а единомышленниками и друзьями. А глобальная экологическая акция «Обустроим малую родину» еще больше их объединила и вдохновила. Теперь для них важно, чтобы вокруг было не только чисто, но и красиво. Ведь это их земля, их дом, их малая родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова